Итак, доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. Сегодня я предлагаю посетить проект, который, как вы можете заметить, называется Green Forest, расположенный на платформе 5M и, конечно же, в жанре роли-плей. Ну и обозревать этот проект будем достаточно быстро, ну, по той простой причине, что, во-первых, показывать здесь особо-то и нечего. Это не какой-либо самобытный, самописный проект. Это сборка. Сборка из разных скриптов на какой-то базе. В общем-то, вот, по начальной менюшке, наверное, это все понятно. Выполнено это вот таким вот образом и даже интерьер, схожий с другими проектами. Ну, заходим на карту и появляемся в некой локации, где мы должны настраивать персонажа. Но так как меню персонажа убогое и непереведенное, я просто возьму, выберу из предоставленных пресетов какого-то персонажа и быстренько заходим на карту. Потому что нет времени терять на эту хрень. А это действительно хрень, а не меню. Далее заходим на саму карту и появляемся в Palette Bay. Можно заметить, что нету мини-карты. И мне недавно сказали, что мини-карту можно включить через клавишу I. На что я возразил, что это зависит от разработчика. И вот, пожалуйста, мы заходим в это меню через клавишу I. И да, действительно, здесь можно включить мини-карту, если это позволит вам сделать разработчик. Но на данном проекте мини-карта, вы можете заметить, она мигает. Она проскакивает либо в квадратном состоянии, либо в круглом состоянии. Да, она проскакивает, но что-то ее убирает. То есть что-то не дает пользоваться этой менюшкой. Поэтому вот такая вот хрень. Здесь тоже убрана мини-карта. Зачем? Да вот хрен его знает. Я уже, если честно говоря, устал от этих горе-разработчиков, которые убирают мини-карту в угоду того, что от этого каким-то образом должно РП быть лучше. Не знаю, зачем это делается. Действительно, не знаю. Ладненько, подходим к NPC-шке, стоящему здесь же возле этого разбитого отеля. И видим, как оформлен проект. Вот в таких вот серых тонах, как вы сейчас видите, выскакивают таблички. Не ждите никакого оформления. Красивого цветного оформления здесь не ждите. Как я и сказал, проект не самобытный. Это сборная солянка. Но, правда, в этой сборной солянке в основном взяты скрипты одного и того же производителя. Которые мы сейчас и будем рассматривать. Ну и так как мы находимся в Палета Бэй, то первое рабочее занятие, которое я нашел, это ферма. Здесь есть сбор фруктов. Фруктов и овощей. Разбито все на Палета Бэй и окрестности этого района. Ну, а в частности, здесь в Палета Бэй представлены какие-то яблоки, тыквы и еще какая-то хрень. Вот туда мы и отправляемся, чтобы посмотреть, как это выполнено. И тут мы сталкиваемся с тем, что опять, как и на большинстве проектов на 5M, никакого пояснения вам не будет. Даже не думайте, что кто-то здесь заморочится и сделает вам таблички с пояснением, что это за работа, как вам надо действовать. Ничего подобного нет. Например, в группе в Дискорде у них написано список клавиш. И там обозначено, что клавиши F1, F2, F3, F4, там должны быть выведены какие-то менюшки. Но когда вы нажимаете на эти клавиши, F1, кстати, работает, а вот все остальные клавиши не работают. Нету ни меню анимации, ни вообще никаких вспомогательных менюшек нет. Получается то, что вы сейчас видите. Вот такая вот голематья. Когда вы нажимаете F2, F3, F4 и так далее, вот выскакивают вот такие вот ошибочные таблички, предупреждающие меня о чем-либо. Ну и все, ничего больше не работает. Ну и ладно, хрен-то с этими клавишами F3, F4 и так далее. Все двигаемся на ферму и тут вас встречают первые неудобства этого проекта. Ну и в общем-то этих скриптов и этой платформы. Это то, что непонятно, что надо делать. Вот абсолютно непонятно. Если вы пришли, например, с платформы Rage, где все расписано, где все выплывает в табличках, где прокладывается маршрут, здесь ничего подобного нет. Вот ходи и тыркайся. Методом тыка я нашел дерево и как с ним взаимодействовать. Да, здесь стоит QTarget и мы взаимодействуем через Alt. Нажимаем клавишу Alt, загорается глазик. Если он синий, значит есть какое-то взаимодействие. Вот таким вот образом мы собираем яблоки. А что делать дальше с этими яблоками? Да хрен его знает на самом деле. Методом проб и ошибок. Только так, никак по-другому. Ищем по карте хоть что-нибудь напоминающее о том, где там скупчик яблок или что-нибудь. Но ничего подобного, к сожалению, нет. Я ходил-бродил и случайно наткнулся в коровники или, как это здесь написано, сарай. В сарае я нашел вот эти вот ведра. Я даже и не подозревал, что с ними можно взаимодействовать. Оказывается, да. Можно взять ведро, оно упадет вам в инвентарь. После чего перелезаете через забор, подходите к корове. Достаточно кривая анимация и можно ее доить. Или можно зарезать эту корову, если у вас есть с собой нож. Я кровоточить не стал, просто подоил корову, набрал себе молока. Но проблема-то никаким образом не решилась. Что делать дальше-то? Вот что делать дальше? Но дальше по карте я нашел две точки. Они находятся недалеко от Палета Бэй и каким-то образом мне захотелось их посетить. Там никак не по смыслу, никак вы не поймете, что это как раз такие точки, которые вам нужны. И это точки не продажи. Сейчас вы увидите, что это за точки. Находятся они вот в этой вот окрестности и выглядят вот таким вот образом. Первая точка, это точка по производству тех или иных напитков. То есть у меня с собой были яблоки и я смог сделать яблочный сок. Вот через взаимодействие с этим вот персонажиком, с этим NPC-шком. Здесь же недалеко, можно сказать, в пошаговой доступности, есть еще одна точка. Опять же таки, то ли перевод, то ли что это. Но по смыслу никак вы не поймете, что это за точка. Но она выглядит примерно так же. Такой же стоит NPC-шка, один в один, и тоже можно с ним взаимодействовать. Но здесь уже можно делать молоко, которое разливается из ведер, которые у нас были, в бутылке. Вот вы сейчас видите, как это оформлено. Но вот дальше я так и не смог понять, куда мне это деть. Я перешерстил всю карту и искал везде. И на карте, и в списке на карте, в менюшке нету скупщиков вот этих вот продуктов. Ни молока, ни яблок, ни яблочного сока нету. Я бегал все, где я только не был. Даже, кстати говоря, подбежал вот к такому вот персонажу, который называется скупщик бутылок. Ну, у меня молоко в бутылках, я думал, может, ему вот это надо продавать. Но нет, оказалось, что он просто принимает битое стекло и мятые банки. Из чего я понял, что, наверное, можно лазить по помойкам. И да, действительно, на этом проекте можно лазить по помойкам, выполнено вот таким вот образом. Но я вам скажу, неинтересно, незахватывающе. Если кто-то был, например, там на проекте GTA Live, где это было сделано красиво, интересно, и ты мог еще выбирать из мусора. Ну, и недавно вот я показывал тоже что-то похожее, тоже было сделано интересненько. Здесь сделано достаточно скучно, неинтересно. И лута как такового интересного, уникального вы здесь не найдете. Ну, по крайней мере, я облазил кучу помоек, кроме резины, бутербродов и какой-то шняги, битой бутылки и мятой бутылки, больше ничего не нашел. Ну, и то, что я разобрался в этих помойных ведрах и что там можно лутаться, это мне никак не помогло. Продукты, которые я сделал, этот яблочный сок и молоко, так у меня и остались. Нигде я не нашел точки сбыта, ни на карте, ни в списке. Ну, и уж говорить о каком-то пояснении, наверное, не стоит даже и речь вести. Этот проект неинтуитивный, он собран из каких-то вот ликодоступных скриптов. Ну, поэтому ждать, когда здесь будет оформление, наверное, даже и не стоит. Какое-то пояснение, нет, я бы на это последние денежки не поставил. Ну, в результате вся эта глиматия, которую я создал, сок и молоко, так и осталось у меня в инвентаре. Деть это абсолютно некуда. Не знаю, может быть, я не нашел, хотя я оббегал всю карту по всем точкам. И даже бегал к приемчику металла. Думал, уже может у него там что-то, может быть, опять ошибки перевода. Но нет, ни хрена подобного. Куда девать эту продукцию, я не знаю. Поэтому переходим дальше. Но и следующая точка на моем пути все равно, так или иначе, была связана с тем товаром, который я сделал, сок и молоко. А это точка приема мясных изделий. Ну, опять-таки, связана с продуктами. Думал, может быть, опять в переводе какая-нибудь ошибка. Может быть, неправильно переведено. Приехал я на эту точку, которая выглядит вот таким вот образом. Но только где она находится, я так и не смог найти. Я оббегал все. Я человек дотошный. Я зашел с одной стороны, зашел с другой стороны. Я даже забрался на крышу, чтобы найти, как сюда попасть. Но я не смог найти этой точки. Вот сколько я не бегал, я не смог ее найти. Еще раз скажу, что оформление на 5М, оно всегда плачевное. Оно всегда неинтуитивное. Оно всегда ошибочное. Ничто вам туда не проложит маршрут. Будете бегать и искать самостоятельно. Ну, вот как в этом случае, ну, не удается мне найти. Вот не найти и все. Я почему-то думаю, что этой точки вообще нету. Побегав еще какое-то время, я все-таки оставил попытки найти точку сбыта молока, мяса и сока. Все. Я опустил руки. Больше я искать не могу. Но здесь неподалеку находится еще одно рабочее название, которое в группе в Дискорде у них обозначается как новое. То есть ввели недавно. Сколько этому проекту, я вообще не знаю. Открылся он 15-го числа. Что могли добавить вот сейчас и что было раньше, я бог его знает. Но написано, что эту работу добавили недавно. Пойдемте ее смотреть. Выполнено все вот таким вот образом. Опять-таки взаимодействие через Alt, через глазик. Получаем машину и выдвигаемся. Надо сказать, что задание приходит с небольшим опозданием. Ну, это такая фишка 5FM. На многих проектах задание приходит с каким-то опозданием. Ну, а выполнено это вот таким вот образом. И надо сказать, что опять криво. Опять криво. Опять от того же самого разработчика. Я говорил, что очень много скриптов от одного разработчика. Но делает он эти скрипты на тяп-ляп. Вот, если честно. Как это выглядит, вы сейчас видите. Мы стоим. Никакой анимации, привязки анимации, вернее, нет. Анимация-то есть. Заколачиваем молотком. Но колотим мы воздух. Как и, в общем-то, на многих скриптах. Я жалую все время, что нет привязки к чему-то, к какому-то объекту. Нет привязки анимации. Как ты встанешь, так и будешь колотить. Ну, а так как мы взаимодействуем через Alt, ну, в общем-то, и выбора-то особого нет. Тут, если есть привязка, то персонаж встанет правильно. Если ее нету, то ты будешь колотить так, как ты нажал взаимодействие. В какой момент? Ну, вот как это выглядит. На самом деле, работа мне не понравилась. И сделана криво, и точки поставлены неудобно, и отсутствие миникарты играет отрицательную роль. Чтобы понять, где твое место, где тебе надо работать, тебе надо сесть в машину. Тогда загорится карта, ты увидишь, что вот в двух метрах эта точка, выходишь из машины, идешь туда, на эту точку, куда загорается следующая, опять понятия никакого нету, опять садишься в машину и смотришь, где она загорелась. Ну, чушь несусветная. Ну, за это платят сразу. Сделали точку, денежка упала. В отличие, например, от следующей работы. Но сначала, как выполнены здесь магазины. Ну, это, в общем-то, вы сейчас видите. Достаточно распространенный скрипт, наверное, на 60% всех открывающихся вновь проектах, вот такое вот меню. Меню неудобное. Оно мелкое, оно на прозрачном фоне. В общем, вот то, что вы видите. Но то, что мне действительно понравилось, это заправка. Заправка выполнена прикольно. Вот смотрите, здесь все на визуале. Никаких табличек, никаких условностей. Подходим, берем пистолет, ищем горловину бака, вставляем пистолет в горловину бака, и идет заправка автомобиля. Сделано действительно прикольно. Не часто такое можно увидеть. Последний раз я такое видел, по-моему, на GTA Live. Где тоже было все на визуале. Подошли, взяли пистолет, вставили в бак. Сделано прикольно. Также немножко порадовал и телефон. Обычно на платформе FIFM телефон, ну, это просто звонилка и все. Там ни хрена нету. Какой-то инстаграм, там еще какая-то шняга, которая, в общем-то, по игре вам не нужна. Здесь же, вы можете заметить, есть дополнение, есть биткоины, есть, что самое интересное, информация о ваших деньгах. Нажимаете буквку И и выскакивает. Сколько у вас с собой денег, сколько у вас на банке, номер вашей карты, номер вашего телефона. В общем-то, прикольненько. Такое тоже нечасто увидишь. Ну, а следующее рабочее занятие, которое мы посетим, это доставщик пиццы. И сразу же бросается в глаза то, что наши машины, машину, которую я оставил с прошлой работы, кстати говоря, она так и зависла у меня. Больше мне оттуда уволиться не удалось. Вот моя машина и машина, которую мне выдали, они встретились, потому что нету точки появления автомобиля. Я понятия не имею, где я могу парковаться, где нет, где появится машина. Надо сказать, что машина появляется неправильно. Она появляется на тротуаре. Мало того, что я неправильно припарковался, так еще и машина выдается неправильно. Ну и выдается электромобиль. Далее мы ездим по точкам. Но пока мы едем до первой точки, я заскочил в магазин цифровой техники, который выглядит вот таким вот образом. Зачем он, тоже я, наверное, не отвечу. Телефон у вас есть изначально. Есть смарт-часы. Смарт-часы я их купил, но они бестолковые. Там есть два показателя. Питание и жажда. Все. Больше там ни хрена нет. Что здесь покупать, тоже не знаю. Зачем он нужен. Но он есть и выполнен вот таким вот образом. Далее ездим по точкам. Точек много. Пробеги большие. Пробеги 3-3,5 километра от точки до точки. Зарплата вам не начисляется. Зарплату вы получите только в том случае, если вернетесь на первую точку. Если, например, вы потратили час или полтора, зарабатывая и катаясь по точкам, и вас выкинуло, ну все, до свидания. Денюжков вы не увидите. Поэтому такую работу я считаю плохой. Вот именно по этим качествам. Серверу не хватает стабильности. И выкинуть вас может. К тому же это 5М. Здесь выкидывает достаточно часто. Поэтому я считаю, что делать вот такую вот оплату, ну не самое лучшее решение. Ну а выполнена сама работа вот так. Вы это уже, наверное, увидели. Подходим к багажнику, взаимодействуем с ним, берем пиццу. Идет прикольненькая анимация, стука в дверь. Ну и дальше пицца исчезает. Недавно я показывал проект, где была передача из рук в руки. Выходит бот, и вы ему прямо передаете. Ну здесь сделано вот таким вот образом. В общем-то работа не самая плохая, но мне не понравилась оплата. Если вас выкинет, ну все ваше потраченное время коту под хвост. Ну и еще немножко из минусов. Так как точек много, ездить вам приходится много. Соответственно, вы хотите ездить быстро. Но здесь есть система стресса, которая у вас накапливается. И в какой-то момент начинается вот это то, что вы сейчас видите. Лечить этот стресс можно шоколадками. Сожрать надо где-то, наверное, 50-60 штук. Другого способа вылечить стресс я не нашел. Но как это бесит, вы не представляете. Уже через полчаса вот этой вот херни у меня заболела голова и заболели глаза. Пришлось остановиться и выйти из игры. Очень это бесит. Кто это придумал, я не знаю. Но это просто идиотизм. И к великому сожалению, этот идиотизм встречается все чаще и чаще на более свежих проектах, которые открываются вот в последнее время. А дело все в том, что все эти проекты питаются из одного магазина скриптов. Ну и естественно, хапают то, что подешевле. Поэтому нам приходится играть вот в таких вот механиках. Ну ладно, следующее наше рабочее занятие это строитель, про которое тоже в Дискорде у них сказано, что это свежее рабочее занятие. Находится она вот в этой вот локации. Локация достаточно узнаваемая, но стройка изменена. Есть подъемы на вторые и третьи этажи, которых в стандарте вообще-то нет. По заданию мне надо найти какую-то колонну и приварить ее. И вот тут начинается то же самое, с чего я начал этот ролик. А хрен ты найдешь, куда тебе идти. Мини-карты нету. Куда идти, какую колонну мне надо найти, на какой этаж. Кстати, написано было на первом этаже, но на первом этаже я все облазил, ни черта нету. Оказывается, на втором этаже случайно я опять нашел. Вот такую вот колонну мне надо сварить. Ну а дальше начинается бред сумасшедшего. Мало того, что хорошую, красивую анимацию сварки перекрывает муть, и сверху выплывает вот этот вот дебилизм с буквами, которые надо ловить. Но не подумайте, что я рукожопый и не могу попасть, да? Выскакивает всего три буквы. А, W и D. А, W и D. Они так периодически и повторяются. Но эта херня не работает. В какой бы момент я не нажимал, что я только не пробовал делать, не работает эта шняга. Жмыхал, 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 жмыхал. Я уже попытался и энтером ловить, и пробелом ловить, и буквами ловить. Я не знаю, что это такое, почему оно не работает. Но это зато показывает отношение разработчиков к этому проекту. Проект открыт в ОБТ. А я всегда говорю, что у нас какую говно не выложат, называют ОБТ. Что бы там ни было, сырой, ломаный проект ОБТ. Этот проект тоже в ОБТ. Но неужели непонятно, когда ты этот скрипт ставишь, неужели не видно, ты его сам-то что, не пробуешь, что ли поиграть, потестировать, хоть чуть-чуть, хоть 15 минут удели своему проекту. Но не работает эта говнятина. не работает. И не работает здесь не только эта рабочая специальность. Я уже говорил, что с работой какого-то там механика мне так и не удалось уволиться. То есть нет этого увольнения. Многих точек я не смог найти. И в дальнейшем еще покажу какие-то места, которые тоже не работают. Но ведь все это можно было бы найти и без ОБТ. А просто на тот момент, когда ты заливаешь этот скрипт, протестируй его, побегай. Мне хватило 5 часов, чтобы найти кучу багов. Почему разработчик сам не может этим заняться? Почему мы все скидываем на игроков и называем кривые проекты ОБТ? В общем, с этого рабочего занятия мне пришлось уйти, оно не работает. Я вернулся на старое рабочее занятие механика. Ну и вот, пожалуйста, я нажимаю уволиться, а машина остается. Машина и задание так и будет висеть до последнего момента, пока я не уйду с этого проекта. А чтобы это задание не мозолило мне глаза, я угнал рядом стоящую машину. Да, здесь можно путем подбора ключей угонять машины. Зависит это все от самой машины. Если машина дешевенькая, то угоняется достаточно быстро. Если машина дорогая, то надо потратить какое-то время. На этой машине дальше я и поехал. Но только теперь я решил действовать от обратного. Я сначала нашел торговца, который принимает какой-либо ресурс. И только потом поехал этот ресурс добывать, потому что я уже обжегся с яблоками и с молоком. Точки по продаже которых я так и не нашел. Я увидел есть пиломатериалы склад, есть торговец древесиной, есть ювелир, есть литейка. То есть этим чем-то я и буду заниматься. Для этого я поехал в индустриальный магазин для того, чтобы покупать какой-то себе инструмент. Как выглядит магазин вы сейчас видите. Интерьерчик прикольный. Вот что касается самого магазина. Топора я, например, не увидел. Вот как рубить дрова, если топора нету. Нету ни топора, ни какой-то бензопилы. В общем, какого-то средства для рубки деревьев я не нашел. Есть дрель, есть лазерная дрель, есть кирка, есть сито. Сито, кстати, я взял. А вот топора я так и не нашел. Я подумал, что топор мне дадут, наверное, на лесосеке. На карте есть обозначение, что деревья, которые надо рубить. Но подъезжая туда, я не понял, как это делать. Топора нету, в магазине топора тоже нету. Ну, а когда подходишь к дереву, никакого взаимодействия нету. Я не знаю, как рубить дрова. Поэтому я не стал даже уже геморроиться. К этому моменту у меня уже накипело с этого проекта. Я двинулся дальше. Ну, а чем заниматься дальше? Я купил сито, поехали заниматься золотом. Будем его отмывать. Но по золоту у меня тоже ряд проблем. Точку, на которую я приехал, а приехал абсолютно рандомно, просто выбрал ближайшую. Я ходил по ней, бродил. Я не понял, как это работает. Я пробовал через меню, через сито, через это. Я ходил с включенным глазом. Я нажимал постоянно букву Е. Думал, может быть, старая система взаимодействия. Я не понял, как это работает. И я уже хотел вообще уйти, но подумал, что есть еще три точки добычи золота. Может быть, там что-то я найду. Я поехал на следующую, ближайшую точку. Расположена она вот таким вот образом. И да, на этой точке работает все, как надо. И даже несколько точек взаимодействия на этой вот окружности. А вот там, где я был только что, не работало вообще ничего. Как будто забыли просто туда прописать взаимодействие. Ну, а добывается золото вот таким вот образом. Мы включаем Alt, загорается синий глазик, добыть золото, падает сито, ну и идет какая-то простецкая анимация. Я говорил, что скрипты, они такие, достаточно простенькие и сделаны, ну, просто нацепись от меня. Вот. Добываем золото. Почему-то мы еще добываем и алюминиевые банки, и разбитые банки. В общем, мы здесь добываем все то, что можем найти в помойке. Почему так? Да вот хрен его знает, почему так. Ну, в общем, добываем. Также еще выпадает и серебряная руда. Вместе с золотой, серебряная руда, иногда почему-то выпадают камни, ну и, как я сказал, стеклянные битые банки и алюминиевые банки. И все это вот в этом ручье. Ну, глупо. Ну, конечно же глупо, но сделано, как сделано. В общем, добываем. А добывать пришлось действительно долго, потому что золотая или серебряная руда выпадают крайне редко. Больше выпадает какой-то мусор, который я не понимаю, каким образом мог попасть в этот ручей. Ну, ладно, и мне все-таки удалось собрать 10 золотой руды и 10 серебряной руды, потому как информации у меня никакой нету. Сколько мне надо собрать? Куда мне это надо отвезти? Что с этим делать? Ни черта не понятна. Только, как я вначале сказал, путем своих же проб и ошибок, путем тыкания во все точки. Только так вы сможете понять, как же участвовать в этой экономике. Ну, что ж, я выбрал первую своей точкой, это летение. Ну, это исходя из логики. Хотя логика на этом проекте, она вообще не работает. Лучше даже и не думать логически, не рассуждать. Просто тупо бегите по каким-нибудь точкам. Я выбрал летение. Ну, и в принципе, я не ошибся. Да, здесь на летении можно делать слитки. Золотые, серебряные. И только здесь вы сможете найти информацию, сколько вам надо. Так, для одного золотого слитка мне нужно 20 руды. А потом уже из этого слитка я могу делать кольца, цепочки. Ну, и, соответственно, это все продавать ювелиру. Так как я не набрал этого количества, но у меня были алюминиевые банки, я смог сделать алюминий. Но куда деть алюминий, я так и не понял. Следующая точка, которую я посетил, это скупщик металла. Но опять, как я и говорил, логика здесь не работает. У меня есть алюминий, это металл, есть скупщик металла, но он не берет металл, он берет руду. И оставшуюся руду, которая у меня была, золотая, серебряная, я ему и продал. Как я и сказал, куда девать металл, я не знаю. Но на этом мои силы меня покинули. И действительно, очень кривой, непродуманный и недоделанный проект. Я даже не говорю о каком-то художественном оформлении этого проекта. Здесь хотя бы скрипты-то настроили, и то было бы хорошо. Но рассчитывать на то, что этот проект зацветет новыми красками в ближайшее будущее, я бы, наверное, не стал. Это сборка, это франкенштейн, собранный из чего-то, на какой-то базе. Не более того. Большинство из этих скриптов не сможет разработчик поправить или изменить. Они закрыты. Также, скорее всего, здесь и не будет какого-то красивого оформления и дизайна. Потому что это не уникальный самописный проект. Это сборка. Сборка из того, что было в магазине. И как показывает практика, подобные сборки на голову уступают уникальным проектам, написанным с нуля. И в основном всегда остаются вот в таком вот виде, плюс-минус поднастроенный. Ну и все, что могут сделать разработчики такого вот проекта, это поднабить его еще какими-то свежими купленными скриптами. Ну, а если говорить про этот проект, то на данный момент он мне вообще не понравился. Во-первых, он не настроенный. Во-вторых, скрипты достаточно банальные. Ну и он не интересный. Он не красивый. Он практически не отличается от той массы сборок, которые в последнее время открываются на платформе 5M. Однотипный, безликий. Ну и на данный момент еще практически полностью не настроенный. Ну, а вам, если понравился данный проект, то он открыт. Заходите, играйте, получайте удовольствие. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго. Продолжение следует...